Всем привет! Сегодня мы немножко не по плану выходим в эфир. Будет небольшой короткий ролик, потому что выборы начались. Сегодня понедельник. Сегодня поступают уже первые результаты от наших людей, которые приходят на избирательные участки и голосуют. Кто-то для своего удовольствия фотографирует свой бюллетень, но на самом деле этого делать нет никакой необходимости. Мы в этот раз не собираем никаких бюллетеней, потому что в суд мы обращаться не собираемся. Мы прекрасно уже поняли, что такое электронное голосование и как там воруют голоса, и что абсолютно невозможно ничего доказать. Все шито-крыто, а суды лишний раз отнимают только деньги. Если вы помните, я не помню, сколько прошлый суд у нас отнял денег. Почти примерно около 5000 евро, чтобы понять для себя, что электронное голосование играет только на тех, кто им управляет. На пользу этих людей. Так, мы сегодня пробежимся быстренько по некоторым вопросам, которые нам задавали, потому что снова приходится возвращаться к той теме, что вот постоянно задается один и тот же вопрос. Но в данном случае уже у этого вопроса появилась определенная конкретика. Люди спрашивают постоянно, почему Чеплыгин врет. Сейчас покажем одно видео и потом расскажем, что же мы имеем в виду. Меня продолжают спрашивать про Айва Петерсона, который баллотируется в Европарламент. Отвечаю. Судя по рейтингу, он может набрать несколько тысяч голосов, которые, правда, не позволят ему избраться. Но даже если его изберут, это ничего не изменит. Поскольку он обвиняется по уголовной статье, с него сразу снимут депутатскую неприкосновенность, и он пойдет под суд. А отданные за него голоса, как и на последних выборах в Риге-Когу, помогут победителю, то есть партии реформ. Такая вот арифметика. Как вы помните, на той неделе я упоминал о самом большом разочаровании недели. Это когда председатель Центристской партии озвучил, что все голоса партии КОС уйдут от реформистской партии. Надо сказать, настала новая неделя, и я бы ее провозгласил самое большое удивление недели. Один из кандидатов Центристской партии утверждает, что голоса никуда не уходят. Тут математика довольно простая. Мы в своих расчетах исходили из цифр прошлого года. Цифры не прошлого года, а прошлых выборов. На прошлых выборах явка в Европарламент на выборы была 36%. При такой же явке в этом году, возможно, она будет ниже, возможно, выше, но не сильно ниже или выше. При явке прошлого года у нас русскоязычных голосов, русских, а это в основном избиратели. Кто голосует за КОС? В основном русские, мы все знаем. Около 50 тысяч. Цена одного мандата на прошлых выборах 36 тысяч голосов. Нереально, чтобы один кандидат получил русскоязычный кандидат, который пользуется поддержкой русскоязычных. Не сам русскоязычный, а тот, за кого голосуют русскоязычные. Чтобы он получил 36 тысяч голосов. Это невыполнимо. Этого не получит, я думаю, никто, но голоса получают списком. В прошлый раз я получила 27 тысяч голосов, а список центристов набрал 40 тысяч голосов, что дало нам этот мандат. Списка у КОС нет. У них есть один кандидат, это Айва Петерсон. Значит, он технически, математически, он не пройдет. Что будет с этими голосами? С ними не будет ничего. Они никому не отойдут, но их просто не примут во внимание. То есть ситуация будет вот такой. Ну, хоть бы договорились между собой, что ли? Мне вот, например, кажется, что Яна Том просто вела прямой эфир, и в этом смысле она говорила быстро, необдуманно, и сказала то, как оно есть на самом деле. На самом деле голоса остаются у того, кто их собрал, и никому не переходят. Посмотрите, кто не понял, еще раз пересмотрите это видео, и вы все поймете. И это на самом деле правда. А то, что члены Центрической партии договорились между собой постоянно повторять, и повторяю, ну, это часть политической борьбы. Часть борьбы за русскоязычный электорат. Вот, кстати, хотелось бы на этот повод сказать, что вот я не понимаю, как так может быть, что это политика, и поэтому мы будем там придумывать, изворачиваться, что-то привирать. Как политика такой может быть, как можно управлять страной с такой политикой? Ты либо изворачивайся, либо обманывай, ври, либо управляй. И наше кредо это всегда быть открытыми и честными. Я прошу прощения, возможно, покажется слишком популистично, но по-другому никак. Если ты работаешь, значит работаешь. Зачем брать? Еще по этой теме, опять же, на партийной почте был вопрос. Скажите, пожалуйста, из кого состоит ваша партия? Ну, видимо, имелось какой-то идеологический подтекст. Наша партия состоит из бывших избирателей Центристской партии и из бывших избирателей ЭКРа. Первым просто надоело бесконечное вранье, вторым надоел зашкаливающий градус русофобии. Ну, я все же считаю, что бывших членов Центристской партии у нас гораздо больше, потому что я лично за ЭКРа никогда не голосовал, меня останавливала вот именно эта русофобия. Ты, скорее всего, сейчас говоришь о эстоноязычных избирателях. Да, конечно, конечно. Потому что, ну, русские, хотя и голосовали за ЭКРа, но, видимо, не в таких больших количествах. Ну, то есть, уже этнические эстонцы начали понимать, что это уже перебор. Появилось такое занимательное видео, да, Михаила Стальнухина. Ну, чтобы люди не думали, что мы голословно что-то говорим, как раз вот можно поставить кусочек фрагмента этого видео, так сказать, от человека, который не понаслышке знает о работе этой партии. Не будем отдельно на эту тему разговаривать. Здесь очень короткий ответ, мне тут сказать нечего. Я вижу людей, которые идут на выборы в списках Центрической партии, так это те самые люди, которые были в правлении Центрической партии, например, Том, например, Кылвард. Это те самые люди, которые исключили меня из партии за то, что я возмутился с носом памятников Великой Отечественной войны в Нарве. Как можно им после этого верить, чем они отличаются от всей вот этой остальной публики. Так что эту тему закрываем. И в результате интересен получать тот момент, что центристы они все время жалуются, что Коз забирает у них голоса. И своему электорату это рассказывают. Еще и поливают сверху другие журналисты. Но ведь Коз здесь ни при чем. Коз делает свое дело. Потому что он видит системность всех партий вне независимости от названий. Только что наверное как упомянул Эдуард Экре с русофобией. Они на самом деле похожи на патриотов, но русофобия зашкаливает. Нет, это даже говорит о том, что они не слышат, что хочет их избиратель. Они навязывают своему избирателю свою точку зрения. И абсолютно не защищают взгляды своего избирателя. Запрос у избирателя совсем другой. Это был тот самый переломный момент, когда они отвернулись от своего избирателя, повернулись к нему пятой точкой, а сейчас в результате того, что у них не получилось, они пытаются отыграть обратно. Хорошо, не будем больше обижать уважаемых членов Центрийской партии, пройдемся по некоторым вопросам под прошлым видео. Значит, человек спрашивает, почему партия КОС не снимает видеоролик и как раньше снимал Айва? О проблемах страны. Кто-нибудь помнит те ролики, которые Айва Петерсен снимал? Я вот хочу сказать по поводу этих роликов. Я их раньше смотрел, собственно, благодаря этим роликам я и пришел сначала в движение, а впоследствии в партию КОС. А недавно я пересматривал эти ролики, сидя в зале суда. Три последних заседания у Айва было в закрытом режиме, мы не знаем, что там обсуждалось, а до этого на заседаниях прокурор показывал некоторые ролики Айва Петерсена, которые вошли в обвинительное заключение. Я сейчас покажу некоторые фрагменты этих роликов и дам ссылку в описании к нашему видео на Ютьюбе, где можно посмотреть полные версии, чтобы вы могли создать свое четкое представление о том, о чем именно говорил Айва Петерсон. Вы знаете, какой разница есть в пропаганде и журналистике? Журналистик это когда попытается разбираться, разбираться, почему этот вопрос такой, почему такой, смотреть с разного ракурса того или другого проблемы. А что такое пропаганда? это когда возьмут какую-то бумагу и вот и читают. Читают и читают только на одну сторону. Даже не попытаются идти внутри проблемы. Я Айва Петерсон и мы организация КОС вместе мы сегодня знаете где? Вот здесь в Донбассе, в Донецке. И мы хотим показать всем вам как живут люди в этой стороне фронта. У нас очень много журналистов той стороны. Их много. Пока говорят только одни и тоже ракурсы, что сепаратисты бомбят свои полиции, свои квартиры, свои детские садики. Что и только что заканчиваются припасы, ракеты и так и дальше. я здесь чтобы показать как живут люди, о чем они думают, о чем мыслят. Мы будем делать новые разные видео, много разных дискуссий. Послушайте, записывайте, чтобы мы в Эстонии тоже поняли наконец-то, что как легко можно попасть в войну и как трудно выйти с этой войны. Чтобы потом понимать суть дела, мы должны знать правду. Друзья, всего лишь сутка назад сюда летала ракета. Я не военный специалист, я не могу сказать, что это был. Был это Хаймерс, пыл, вытащил, что он еще. Но страшно это в любом случае. И нам Эстония, эстоноземельцы надо все делать, что вот такие куски не приземлились. У нас школа, садика, детская площадка, неважно, больница, чтобы наши доктора не надо было. Их вытащит дела наших отцов, мам, детей, самое главное. Сегодня у нас Эстония праздник, 105-й годовщина Эстонской республики. Давайте делаем все так. Все, что от нас зависит, чтобы мы не позволили, чтобы у нас уже нечем отметить 106-го годовщине. Давайте берегем тот мир хрупкий. Давайте, чтобы не было, мы остались мирными, чтобы наши дети не погибали, чтобы мы эти оскорки не собирали здесь, около школ, садиков, и дальше. Мир вашему дому. Не знаю, если это металл, но это может быть алюминием, слав смерти, смотрите, прямо так видно, сколько здесь маленьких осколок смерти. Давайте, задумаемся, задумаемся мы у себя дома, чтобы уж такие вещи у себя не нашлись. Знаете, уважаемые жители Эстонии, нам надо сегодня почаще остановиться, задуматься, тормозить и мыслить, потому что мир, он очень и очень хрупкий. Чтобы у нас, в нашем городах, Перну, Парту, Вильянди, Нарва, Таллинн, Раквере, не появились такие стены, где стоят Пиле, Инрек, София, Айвар, Малле, чтобы этих именах не было, чтобы родители не плакали со своей глупости, со то, что мы сами провоким. Сегодня надо делать все, чтобы оперечь мир. Как бы нам это не понравилось, нам за любой ценой надо сохранить мир. Нам надо любой ценой сегодня прекратить, заканчивать и делать все, чтобы призывать всех сторон миру. Те, кто сегодня говорит о войне, но самому они воевать не хотят. Они хотят, чтобы войны ходили наши дочери, наши сыновья, наши люди. они торгуют оружием. Просто ясно. Это может быть последний выбор за мир будет. Идите все на выборы. Пусть это будет такой мальчаливый, тихий революции. Восстание народа Эстонии, народов Эстонии. Да, не получат они бронзовую ночь. Этот раз мы делаем гораздо умнее, гораздо хитрее, гораздо человечественные. Я призываю вас идти всех на выборы, потому что наши цели восстановить переговоры с российской стороны, восстановить нормальное пересечение и омен товара с российской стороны, открывать снова дипломатические представительства во всей Эстонии. И как я уже сказал, наша экономика будущей будет однозначно на сторону Азии. Пусть Эстония все-таки будет наконец-то этот мостом вместо Востока и Запада. Я верю этого. Верьте, вы тоже наконец-то у нас 40% людей не ходили никогда на выборы в Йогу, имели право на это делать. Ребята, это преступность. Сегодня не идти на выборы это огромная преступность и на себя, и свою родину, и своих предков, и самое главное своих детей и внуков. Соберитесь и делаем этот тихий конституционный бунт Эстонии, сопротивление, подполье. Называй как хочешь или просто мир на акции, я иду на выборы. Я иду, чтобы подарить этому Эстонии мир, процветание, любовь, жизнь. Вот для чего мы должны быть сегодня собираться с вами и сказать, что никто другой сегодня не говорит о мире ни один партии. Ни один партий сегодня не говорит о новых рабочих местах. Сегодня все говорят, что Россию это ай-яй-яй, русские это ай-яй-яй, все это у них ай-яй-яй. Плохо, воинственность, процветание на воинственность не строишь, танками своих детей не кормишь, в танке тепло нету. В танках только смерть и разруха. Как я уже сказал, остановитесь и задумайтесь, что может быть как раз сегодня русский солдат в Украине погибает за тебя, за нашей Эстонии, за нашей традиционной жизни, за право верить Бога со права называть мамой мамой, папой папой, со права, чтобы мы здесь могли бы быть дружны, жить и строить свое государство будущее. Если у тебя есть красотанство и ты не идешь на выборы, ты преступник, ты отступник от нашей страны, от наших близких и детей. Есть особенная каста паразитов, крысов, тараканов или подобные что-нибудь. Вот смотрите, вылезли опять. Наконец-то они, вот опять белые пушисты наши центристы. Это как раз то, чей председатель постоянно говорит, что русский надо судить, русский должен войну проиграть. Это те, где кто никогда не сумели не защищать русское образование, они не сумели защищать даже памятников, они забыли про них, они сидели как крысы в своей норах и ничего не делали. Ну вот они плакаты, их плакаты весь город, какие они хорошие, молодцы, выбирайте, со что выбирайте, за то, что сейчас с помощью их сокровали русское образование, вы опять пойдете за них голосовать, покажите мне, человек, это те, кто будут мольчать тогда, когда будут сокровать русские библиотеки, как Украина сегодня оттуда выбрасывает все русскоязычные книги, но они будут мольчать, потому что они же рукобожатые, они такие хорошие, всегда хорошие, добрые, потому что они пишут, что мы за вас, может они друг друга говорят, что мы за вас, мы за тебя, да, а их председатель только говорит, что русские такие, с Россией надо исправиться, как их можно доверять, и они везде доверуют, мы такие одинакие, везде выставили себе, да, мы не можем позволить, нет у нас таких денег, мы народные движения, мы народные кандидаты, мы разные, но мы такие, как вы, мы не идеальные, мы не белые бушистые, но мы люди, просто люди, кто хотят в Эстонии жить мирно и благополучно, но они такие, как они толкают сегодня нас на войну, они всегда говорят, а мы же не можем, а вы же были власти сколько лет, и Экре была власть, и социал-демократы были власти, и вы никогда ничего не можете, потому что вы импотенты, у вас уже не станет, ничего не станет, люди, хотите мир, спокойствие, благополучие, голосуйте со людей гос, не голосуй со вчерашний день, за эти льжов, кто врут, кто ничего не выполняет, кроме обещаний, давать они ничего не могут. Все, кто имеют синий паспорт, надо идти на выборы, не идти, это преступность, на своих детей, на свою веру, на свою память, на своих людей и близких, это предательство страну, это предательство исторических памяти, это самое главное предательство будущих, не делать этого, люди, пора вставать, устроен такой тихий, мирный, конституционный, мятис, переворот, революции, парходный, мы можем называть, как его хотим, главное, что это было мирно и спокойно, чтобы мы здесь не воевали, и я не призываю против идти с какими-то питами или так дальше, никакого насилия, мы требуем, чтобы люди, вы пошли на выбор, наконец-то, наконец-то делали хоть один раз, это правильный выбор, не дайте себе покупать ручками, одними, флайерами, тортиками, плинчиками, и обещаниями, они умеют этого. Более того, могу сказать, что также со стороны защиты мы предоставили, так назовем, расшифровку около двухсот видеороликов Айва Петерсена, где на двух языках для адвоката мы запускали ролик, показывали, что говорит Айва, вставляли эти фрагменты, чтобы противопоставить это якобы доказательствам, которые предоставила прокуратура. Очень интересный вопрос, засмотрят ли эти ролики прокуратура или же судьи? Ну, вот как я могу наблюдать, что все-таки прокурор делает акцент именно на такие слова, как революция, пуч, переворот, который Айва проговаривал. Но когда вы посмотрите эти ролики, вот смотрите их еще раз несколько раз и подумайте, в каком же контексте он это упоминал. На суде была прокурором предпринята попытка сначала создать образ врага, теперь он начинает накидывать вот эти вот ролики с этими словами. Конечно, да, он показывает их целиком, но внимание старается обращать именно на этот контекст, на контекст того, что Айва призывал к революции. Плюс еще к этому последнее время проскочила информация о том, что Айва якобы пытался создать вооруженные отряды. Я об этом не знаю абсолютно ничего, хотя сам находился и вы тоже находились практически у истоков создания партии и движения КОС. И я точно могу сказать, что ничего подобного не было. А значит мы видим, как прокурор лжет, он откровенно врет всем нам. И за это этому прокурору придется тоже ответить свое время. Просто так таких вещей не происходит. А вообще спасибо за то, что подсвечиваете нам, какие моменты были для вас важны, что вам откликается в нашей работе. Конечно же, вот мы сейчас как раз начали снимать видео с ответами на вопросы, с повесткой того, что происходит в стране, в мире. после выборов будем чуть больше касаться и других вопросов, кроме как выборной темы. Так что спасибо и на связи будем. Да, тем более, что так как Айва снимал свои ролики, у него был свой стиль и мы же не будем подражать. Каждый из нас снимает так, как умеет, говорит так, как умеет и нет смысла точь-в-точь подражать Айву Петерсон. Когда он выйдет из тюрьмы, он будет продолжать снимать свои ролики, конечно, чему бы и нет. Следующий вопрос. Движение КОС еще существует вообще или нет? Что-то можете сказать по этому поводу? А то сейчас не видно вообще. Или партия КОС воспользовалась доверием людей без гражданства, чтобы движение помогло набрать голоса для создания партии? Так существует ли движение КОС? И что такое вообще движение КОС? Объясните. это просто слова или за этим стоит какая-то юридическая организация? Безусловно, движение КОС существует, но надо четко понимать. Движение и партия это две разные юридические организации. По закону о партиях движение не может работать в интересах партии и партия и партия не может работать в интересах движения. Но общая идеологическая основа одна. Из движения родилась партия. И еще один немаловажный вопрос. По закону мы все знаем, партии могут состоять только граждане эстонской республики. в движении можно состоять без гражданства. И вообще движение это так сказать международная организация. Мы знаем, что у нас в движении есть представители и Германии, и США, и представителей Финляндии очень много. Ну я лично понимаю это так, что все-таки партия это политическая организация и она ведет свою деятельность на политическом поле. Все ее члены зарегистрированы в регистре. Весь список людей виден. А что касается движения, движение это общественное МТЮ. Продолжение этого вопроса. Или партия КОС воспользовалась доверием людей без гражданства, чтобы движение помогло набрать голоса для создания партии. Вот в этом вопросе кроется такая суть. из людей без гражданства партию не создать. Партия создается только из людей, у которых есть эстонское гражданство. И понятное дело, что во время своего образования вокруг нас было очень много людей, которые нас поддерживали. Естественно, если бы было возможно, мы бы всех приняли в партию. Но в партию мы смогли принять только тех, у кого есть эстонское гражданство. Все остальные люди это все наши люди. Мы от них не отказывались и не отказываемся. И вообще мы считаем, что это позорное абсолютное явление, когда якобы в демократической стране, в Европе существуют люди, у которых нет гражданства, у которых серый паспорт. И с этим надо заканчивать. Одним из пунктов нашей программы является то, что мы должны избавиться от этого института серопаспортникам. Позорная вещь, абсолютно. С этим согласны даже в Европе, но в Эстонии почему-то на это закрывают глаза. Поэтому все это наши люди, мы их не предаем и отстаиваем в том числе и их интересы. И считаем их поддерживающими членами. Я вообще считаю их членами нашей партии, но неофициально. А движение существует в виде МТУ. официально оно зарегистрировано так, это абсолютно гражданская организация и теоретически оно никак не может работать совместно с партией, потому что закон Эстонской Республики это запрещает. Когда партии не было, мы могли все быть в движении и заниматься вот этими миротворческими делами. Говорить о мире, собирать людей, собирать единомышленников, но как только образовалась партия, нам же приходится действовать в определенных законных рамках. Все это установлено законом, мы этому придерживаемся и действуем исходя из этого. Так что движение есть. Хорошо, следующий вопрос, он довольно важный, но он отсылает нас в прошлое очень далеко. Где те люди, которые баллотировались от партии КОС на прошлых выборах? Насколько я помню, и вы наверняка тоже помните, всего нас было 25 человек, из них 4 человека это были члены левой партии. На данный момент я не слежу за членами левой партии и их жизнью, но я точно знаю, например, про Игоря Розенфельда, что он был из партии исключен, даже попал в некотором роде под суд за какие-то свои дела. Еще один член левых тоже вышел из партии, не знаю, сам или попросили, но так или иначе его в партии больше нет. Там была женщина, ей уже почти 83-84 года, я думаю, в таком приличном возрасте заниматься политикой уже довольно сложновато. Но здесь стоит отметить, что кандидировали они не от КОС от левой партии Истонии. Да, мы все кандидировали от... Вот ты правильно заметил, потому что в вопросе было, где те люди, которые баллотировались от партии КОС. Партии КОС на тот момент не существовало. Мы все шли в списки левой партии. И это партии еще не было, эти люди были... Это были люди-члены движения. А вот наших человек участвовало 21. Впоследствии в партию вступили из этих 21 человека всего 18. А трое заявлений в партию не подали. Один человек запаниковал после того, как арестовали Айва Петерсона. Решил, что политика не для него, наверное. Но все-таки тогда это произвело впечатление, этот арест. Но всем было неприятно и никто не знал, чем это может обернуться для людей. Я прекрасно понимаю этого молодого человека и его родителей, которые беспокоились за него. А еще один человек тоже у нас был, но на него по его словам оказало давление полиция безопасности. У него был свой бизнес, довольно долго он его выстраивал и он все-таки решил дистанцироваться от политики и больше ею сейчас, как я понимаю, не занимается. Третий человек тоже как бы ментально остался с нами, но у него появился свой бизнес, который отнимает очень много времени и он занимается этим бизнесом. В партию пока не вступил. Как вы видите, вот в этом смысле нас очень тщательно отгораживают от каких бы то ни было финансовых потоков в нашу партию, чтобы как можно больше замедлить вот это наше развитие. Ну вот, а из тех 18 человек, что вступили все-таки в нашу партию, на данный момент в партии остается всего 13 человек. Двое вышли из партии сами по своему собственному решению. Один человек, потому что из них переехал на постоянное место жительства в другую страну и видимо там он собирается теперь строить свою жизнь. А второй просто решил для себя, что вне партии он сможет сделать намного больше. Вот. И этот человек решил попробовать. Удачей тоже ментально остается с нами, но почему-то он твердо уверен, что одному ему будет лучше. Посмотрим. Я ему желаю только удачи. Ну а остальные трое были исключены из партии за целенаправленную деятельность против партии КОС. К сожалению и такое происходит. Кто-то из них мог действовать конечно просто по неопытности, кто-то возможно и умышленно. Но так как на подобные действия наши разговоры не оказывали никакого влияния, то пришлось с этими людьми попрощаться. Очень жаль, потому что теряя каждого человека, ну мы становимся немножко слабее. мы-то партия вместе, да, которая должна как-то консолидировать общество. Но видите как очень трудно, очень трудно консолидироваться. Самое трудное в партийной работе это работать командой. Вот это самое трудное. Индивидуально, да, все молодцы, все все знают, но к сожалению индивидуально силы никто не имеет. А вот работая в команде можно достичь гораздо большего. Надо немножко перебороть свою вот эту вот гордыню, свое я. Ну надо просто знать в какой момент это сделать. Не каждый это умеет, этому надо учиться. Самое, да, самое интересное, что в интернете же, вот в фейсбуке посмотришь, там группа Таллинцы, группа русскоязычной Эстонии, по-моему, еще что-то есть, там по 50 тысяч человек. Достаточно часто есть боты, которым не нравится это все. То, что мы говорим. Хотя вроде бы ценности-то те же, почитаешь все, тоже вот, ну, хотят мир, межнационального согласия, чтобы равные права были у всех, кто живет в Эстонии. А только начнешь говорить о Ковосе, они там напрягаться начинают. Кто-то. Хотя, кстати, я сейчас выйду на другую тему, еще больше расширить. Получается, что, я тут думал об этом, как же так, а получается, что там буквально, окей, хорошо, от силы 50 человек в каждой группе таких могут быть недовольных Ковос. А все остальные либо читают, либо соглашаются. Короче, все за нас получается порядка 40 тысяч человек в каждой группе. Смотрите, есть такая вещь, как все равно есть какой-то процент всегда недовольных. Они недовольны всем. вот когда-то на ютубе была такая возможность ставить дизлайки и видеть, сколько дизлайков поставлено под видео. Сейчас такой возможности нет. Есть возможность видеть только лайки. Дизлайк ты можешь поставить, но никто не видит там сколько их. Вот даже мультики про того же Чебурашку, они тоже собирали определенный процент дизлайков. Ну вот не нравится кому-то. даже по природу красивую природу офигенскую ставили. Нет такого ролика, который бы кто-то не поставил вот этот пальчик вниз. Это какая-то новая либеральная ценность? Я не знаю, но просто я это уже понял так, что есть определенная категория людей, которые всегда и всем недовольны. А Баба-Яга против? Да, возможно, это и есть та самая Баба-Яга, которых примерно 5% 5% так считается. В конце мы хотим подрезумировать. Выборы стартовали, народ потянулся на избирательные участки, кто-то вдалеке от родины голосует электронно. Наш кандидат Айва Петерсон, номер 101, напоминаем, что он стоит первый в списке, вам будет удобно найти. Айва Петерсон, номер 101, партия КОС. Кстати, нам поступила информация, что на избирательные участки нельзя ходить в агитационной, скажем так, атрибутике одежды. Пожалуйста, приходите на участки в нормальной гражданской одежде. Там делают замечания и не пускают. Некоторым людям уже так не терпится узнать, какие будут результаты выборов. Вот буквально сегодня ко мне на имейл пришла ссылка от организации Туру Урингут, которые уже хотят знать, за кого же я проголосую. Список, кстати, вот именно такой, какой будет в избирательных участках. Айва Петерсон, партия КОС была первой, Айва Петерсон был первый в списке. Так что, знаете, сегодня только понедельник, а им уже хочется знать, кто же будет лидером. Даже если Петерсон не наберет необходимое количество голосов, все равно эти голоса Айва Петерсону нужны. Они нужны Айва, они нужны нам партии КОС, они нужны всем, всем. Даже то, что на прошлых выборах мы набрали всего лишь 14,5 тысяч голосов, это послужило катализатором к тому, что самая большая партия Эстонии стала разваливаться, стали выходить наружу все эти гнилые вещи, то есть партия КОС принесла в политику Эстонии очищение в каком-то смысле. Оттуда ушли те, кто 30 лет паразитировал на голосах русскоязычных избирателей. Что еще будет сейчас? Я не знаю. воспринимайте партию КОС нормально. Она идет не для того, чтобы все уничтожить, она идет для того, чтобы наоборот всем стало лучше жить. Я бы сказал больше. Появление партии КОС высветило столько мест критических в нашем обществе, такие как недостаток электронного голосования, такие как регистрация партий и множество других. Я думаю, подробнее мы поговорим в следующих выпусках нашей передачи. Так что партия КОС нужна. Голосуйте за партию КОС, а в данном случае за нашего единственного кандидата Айва Петерсона под номером 101.